Очевидно, что это преступление, заявил председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов касательно смерти таджикского младенца у Марали Назарова в Санкт-Петербурге. Причинами этого преступления являются органические проблемы общества и российских законов. На прошедшей в Москве пресс-конференции члены Совета по правам человека заявили, что будут рекомендовать по итогам расследования изменить миграционное законодательство и регламент работы силовых и медицинских ведомств при контактах с мигрантами. По мнению Совета, совершено преступление по статье «Превышение должностных полномочий». Кроме того, правозащитники сообщили, что врачи недоумевают о причинах смерти здорового ребенка. Непонятным остается, почему родителям несколько дней после смерти не сообщали, где находится тело ребенка. По мнению Максима Шевченко, трагический инцидент мог быть вызван тем, что для сотрудников полиции эти люди не люди. Он добавил, что такая история является примером проявления жестокости не конкретно гражданам Таджикистана. Она могла случиться с любым человеком, как россиянином, так и иностранцем. Члены Совета предложили вместо обязательного экзамена на знание истории России и русского языка устраивать экзамен при получении патента на знание миграционного законодательства. А в это время Почетное консульство Таджикистана в Санкт-Петербурге подготовило ноту протеста по поводу расследования гибели малыша. Например, почему следователи не сообщают адвокатам потерпевших о ходе дела. По некоторым данным, сотрудники ФМС и полиции допрошены, но никаких сведений об этом нет. Почему потерпевшей признана только мать, которая не говорит по-русски, а отец младенца лишь свидетель. Диана Гурцкая, известная российская певица, сейчас занимающая пост главы комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства, также присоединилась к числу сторонников погибшего ребенка. Она направила запрос к генпрокурору России Юрии Чайкой с бросьбой объективно расследовать это дело, не обращая внимания на этническую сторону скандала. Певица отметила, что это вопиющее преступление. Оно должно найти адекватную оценку со стороны правоохранительных органов. «Как мать я понимаю и разделяю всю горечь и боль. И мне очень стыдно, что в культурной столице нашей страны маленький ребенок оказался абсолютно беззащитен». Субтитры создавал DimaTorzok